Микс Ньюс Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Это программа «Вопрос при страсти» Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев А в гостях у нас сегодня российский адвокат Борис Кузнецов Борис Абрамович, здравствуйте Здравствуйте Только я должен сразу вас предупредить, что я уже не адвокат Экс-адвокат, а бывает бывший адвокат Ну, конечно, был, состоял А сейчас я вышел тут совершенно сознательно Давайте познакомимся с вами поближе Мы подготовили на вас досье Сейчас и узнаем вашу биографию чуть более подробно Борис Кузнецов, российский адвокат Создатель и управляющий партнер адвокатского бюро Борис Кузнецов и партнеры Участник ряда громких судебных процессов Привлекших к себе внимание СМИ и общественности Борис Абрамович Кузнецов родился 19 марта 1944 года в Кирове Окончил Ленинградский государственный университет и Всесоюзный юридический заочный институт С 1962 года служил в Ленинградском и Магаданском уголовном розыске Участвовал в раскрытии краж дуэльных пистолетов из музея квартиры Александра Сергеевича Пушкина Краж из Эрмитажа и Русского музея Хищения промышленного золота на приисках Чукотки А также многих других преступлений В 1982 году Кузнецов занялся адвокатской, научной и правозащитной деятельностью Представлял интересы бывшего генерала КГБ Олега Калугина Коммерсанта Артема Тарасова Актера Георгия Юматова Родственников погибших на подлодке Курск моряков Обвиненного в госизмене ученого Игоря Сутягина И бывшего коммерческого директора аэрофлота В июле 2007 года, являясь защитником экс-сенатора Ливона Чахмахчана Был обвинен прокуратурой в разглашении гостайна После чего покинул пределы России Все верно в досье Хотите что-то добавить или может быть подправить Это далеко не полное ваше досье Полное, чтобы, наверное, нам не хватило бы программы Чтобы рассказать о всех делах, которые в открытом доступе можно узнать Но тем не менее Ну, значит, единственное, что как бы не соответствует действительности Это что я закончил Ленинградский университет Я только начинал там учиться А продолжил уже во всесоюзном заочном юридическом И я его закончил Ну, это как бы маленькое такое уточнение Остальное все верно, да Ваша карьера началась, как я понимаю, достаточно громкого дела Вы участвовали в раскрытии краж дуэльных пистолетов Из музея-квартиры Пушкина И вам было 18 лет Да, я, можно сказать, практически случайно попал в милицию И попал сразу же в уголовный розыск И у меня территория была Я был зональным опером Обслуживал определенную территорию И вот моя территория обслуживания была от Эрмитажа до Летнего сада включительно А на этой территории расположены и Эрмитаж И Русский музей И набережная Мойки, дом 12 И музей этнографии И Русский музей И Малый оперный театр Такое сосредоточение культуры и искусства Да, да, да Тогдашний музей Ленина Мраморный дворец Где, кстати, тоже была кража Так что А впоследствии я просто стал специализироваться На раскрытии краж художественных ценностей Но я участвовал в раскрытии кражи у Едицы Станиславной Пьехи И на этом с ней познакомился И одно время мы даже дружили с ней Вот, так что у меня в этом отношении Биография хорошая, да Вы сказали о том, что одно время дружили А затем что-то произошло Нет, она вышла замуж Один раз, второй раз Мы с ней познакомились Как раз она Этот промежуток между Броневицким и ее вторым браком Вот, потом она вышла замуж Ну, я говорю, я знал многих деятелей культуры Тогдашнего Ленинграда Я был знаком с Товстоноговым Дружил с его сыном Дружил с работниками телевидения Был знаком со многими артистами Малого оперного театра Мариинки Был знаком с Борисом Петровским Тогдашним директором Эрмитажа Ну, в общем, имел обширные связи В том числе и агентуру Среди лиц, которые занимались Коллекционированием Или крутились вокруг искусства Так что это интересный очень кусок моей жизни Ну, что касается преступности в сфере искусства Там есть твоя специфика? Если, может быть, это не совсем правильное обозначение Но я попробую сформулировать все так Преступность в этой сфере, она более изящна? Вы знаете, я как бы последнее время этим не занимался Последние несколько десятилетий В то время внутренних краж Допустим, сотрудники того или иного музея Хранилища, библиотеки Тогда не совершали Я застал еще время, когда были живы люди Которые ценой своего здоровья А некоторой ценой своей жизни Спасали сокровища Эрмитажа Во время войны Поэтому, безусловно, честнейшие люди Бескорыстнейшие И вот, кстати, Борис Борисович Петровский В этом отношении Очень яркий пример Потом И кражи, которые были Они были все внешне Зачастую кражи совершались Людьми, которые Не имели никакой Суствовической подготовки А как они выбирали цель? Ну вот Я вам пример приведу Вот это была кража картины Это тоже в 1962 году Кража двух картин из Эрмитажа Брюлова и Егорова Это отдел русского искусства 18 века В здании Зимнего дворца Которые выходят на Александровский сад И там есть такой въезд-подиум И второй этаж Балкон Так вот Некий человек По водосточной трубе Залез на второй этаж Разбил Балконную дверь И Не переходя в другой зал Взял две картины Брюлова и Егорова Там еще Брюлов был Егоров малоизвестный художник То есть брал то, что первое Брал то, что ему приглянулось Да Потом отрезал кусок веревки Спустил вниз Спустился сам Вместе с рамами Остановил проезжавшее мимо такси И привез по одному адресу И там спрятал на площадке перед чердаком За ящик В котором был песок Этот ящик с песком Сохранился со времен войны Там тушили зажигалки с помощью Это зажигательные бомбы Которые падали И там Дело в том, что Ход был Наипростейший Руководил Раскрытием преступления ГУВД Главное управление внутренних дел По городу Ленинграду Ленинградской области И тут же появилась идея Да Я как Один из первых Который прибыл На место происшествия Значит я нашел милиционера Который охранял дворцовый мост Этот милиционер сообщил Что он видел Как такси останавливалось И появилась такая идея Расклеить объявления Во всех таксомоторных парках В то время в Ленинграде Было 7 таксомоторных парков Расклеили объявления И по-моему водители С второго таксомоторного парка С конюшной площади Пришел и сообщил о том Что вот он подвозил этого человека Сказал где остановил Что у него было В тряпку завернутые Вернее даже в шторы Завернутые Похожие на картины Показал где он его высадил Прочесали Подъезды, подвалы, чердаки И обнаружили Устроили там засаду И его взяли То есть это был случайный человек Случайный абсолютно Да он был ранее судим По-моему даже неоднократно Я сейчас его даже фамилии не вспомню Лицо так себе представляю Лицо совершенно обычное Маленького роста Ну что касается Специализированных групп Преступных группировок Которые работали С произведениями искусства И такие тоже были Ну вы знаете в чем дело В основном люди занимались иконами Потому что в то время Можно было совершенно свободно Картину Айвазовского Ну правда небольшого размера Купить в комиссионном магазине За 200-300 рублей Правда это Для того времени Сумма немаленькая Поскольку зарплата была От 70 до 120 рублей В основном Айвазовского сегодня За эти деньги не купят Да Айвазовского не купят С учетом сегодняшнего времени Конечно Поэтому Вот иконы Как бы считали Что они хорошо идут за границей Поэтому Грабили и церкви Особенно в В сельской местности Там где Доступ был Более свободный Ну то есть церковь просто заходили Забирали там иконы Ну да Ночью ломали замок И все забирали Все что возможно Были конечно и специалисты В области искусства У меня было одно дело Украли Две картины Из частной коллекции Марка Шагава Кража была совершена Путем пролома потолка Через чердак Раскрыли Это преступление Правда не сразу Я непосредственно Принимал участие И Один из Коллекционеров Организовал Совершение этой кражи А непосредственный Исполнитель Это был Сантехник Тоже судим То есть получается Что коллекционер Из-за тяги К прекрасному Для того чтобы Шагал висел Допустим у него дома И показать он его Вряд ли смог бы Кому-то За исключением Сантехнических Он организовал эту кражу Да Вы знаете я вам скажу Что у меня был Приятель Член-корреспондент Академии наук Евгений Федорович Грос Он порядочнейший Человек Умница Он был зав Кафедрой физики Твердых тел Ленинградского университета И возглавлял Один из Институтов Почтовый ящик Где Использовали Лучи лазера В Военной Сфере В основном Для связи Так вот Он коллекционировал Русско и французское Русских и французских Импрессионистов При этом Он Был просто Клитоман То есть он Воровал то что видел Или воровал С каким-то смыслом То есть Клитоман может взять Все что угодно Он Брал Что-нибудь там Какую-нибудь Маленькую книжечку Которая ему Приглянулась Человеку которого Он совершил кражу Там тоже был один профессор Звонил мне И говорил Боренька Вы знаете Только что Был у меня груз И он Стащил у меня Книжку Поговорите с ним Пожалуйста И вы проводили Пофилактическую беседу Я с ним Разговаривал Он возвращал Эту книжку Просил Чтобы я за него Извинился Но Во всяком случае Человек Он был Безусловно Очень порядочный Безусловно И это Была его Такая маленькая Слабость И даже Маленькая игра На самом деле Из того Что он Как бы У кого-то Там стащил У него Ничего не осталось Он Всегда возвращал Сам Он Посмотрел Полистал Позвонил И говорит Слушай извини Я тут взял Почитать Вот я тебя возвращаю Ну что касается Вашей работы С деятелями Искусства Потому что Уже после того Как вы Перестали заниматься Оперативной деятельностью И стали адвокатом Вы ведь Защищали Георгия Юматова Ну не только Вы знаете что Я вообще Считаю что Вот то что я делал В отношении Деятелей Искусства Это я представлял Интересы И Людмилы Марковны Гурченко И Майи Михайловны Плесецкой Множество Актеров С которыми Я работал Это и Гафт И Табаков И Какую-то я помощь И Спивакову Когда-то Оказывал ЖСК Советский Композитор И так далее В подавляющем Большинстве Эти дела Я вел Бесплатно Ну не с Не с Гурченко Не с Плесецкой Я конечно денег Никогда не брал То есть это был Это был мой вклад В искусство Но этот вклад Как вы считаете Вот Наверное это вопрос Этики И психологии Если вы понимаете Что Ваш клиент И он Допустим Известный Уважаемый Народный Артист Но вы понимаете Что он виноват Вот как с этим быть Ну вы знаете В чем дело Что Это независимо От того Известный Или неизвестный Виноват Или не виноват Адвокат Всегда нужен Даже в том случае Когда Человек не признает Себя виновным А адвокат Знает Что он виноват Но В данном случае Позиция адвоката Не должна отличаться От позиции Подзащитного И Здесь Очень важно Что ты понимаешь Что ты во первых Выискиваешь Недостатки Вследствия Допущенные Нарушения Процессуальных Законов Оспариваешь Те или иные Доказательства Кроме того Нужна моральная Поддержка Твоему клиенту Больше того У меня было Несколько дел Одно из них Очень знаковое Когда человек Признавал Себя виновным А На самом деле Он себя оговаривал Это так называемая Коллизия Защиты И он пытался От меня Избавиться В процессе То есть он Хотел сесть Он хотел Чтобы его признали Виновным В том Чего он не совершил Притом Речь-то шла Об убийстве А не просто О каком-то таком Мелкой краже И я участвовал В этом процессе Более четырех лет В общей сложности И в конце концов Мне удалось Убедить суд И его оправдали Это достаточно редкий случай В адвокатской практике Микс-ньюс В первой части нашей программы Мы говорили об искусстве Но во второй Я хочу сконцентрироваться На громком деле Которое, наверное У многих наших радиослушателей До сих пор на слуху Это подводная лодка Курск И гибель моряков Подводной лодки Курск Вы представляли интересы Большинства родственников Погибших 118 семей погибло 118 моряков погибло Я представлял интересы 55 членов семей Погибшего экипажа В том числе и капитана Колесникова В том числе и капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова Чем особенно Эта история С точки зрения Юрисдикции И вообще Адвокатуры Юридической науки В чем сложность Вы знаете Что Вот Дело-то расследовала Главная военная прокуратура Старший следователь По особо важным делам Артур Егиев Полковник Очень профессиональный следователь И Качество расследования Надо сказать Было высочайшее И Подходит Дело к своему завершению И Совершенно очевидно Что В гибели Моряков Виновны Руководство Главком ВМФ Кураедов Командующий Северным флотом Адмирал Попов Начальник штаба Северного флота Вице-адмирал Моцик Ну И целый ряд Других офицеров Тех Которые выступали В дни Когда вели спасательные работы Выступали по телевизору Нет Нет Не все Далеко не все Нет Короче нужно было Их привлекать К уголовной ответственности Их сажать на скамью под суд Я не сторонник того Чтобы кого-то Отправляли в колонию Но Важно Чтобы Люди были признаны Виновными Виновными в чем? То есть вот Конкретно Если говорить о гибели Подводной лодки Курск В чем виноват Главком ВМФ Ну вот Главком ВМФ Адмирал Влада Кураедов Тогдашний Дело в том Что Существует Военно-морской устав Приказы Наставления И инструкции Для военно-морского флота Все они Написаны Кровью Первый устав Как известно Писался Под диктовку Петра Первого И В Уставе В наставлениях Существуют Определенные Формы Проведения Военно-морских Учений В данном случае Вместо Запланированного Сбор Похода Были Проведены Так называемые Учения С применением Авианосной Группировки И Которые Никакими Уставами И наставлениями Не предусмотрены То есть Вышли За рамки Устава Да Таким образом Кураедов Главком ВМФ Который Должен Был Возглавлять Эти Учения По плану Себя Флагманы Поскольку Не обнаружено Не обнаружено Эта торпеда Сама По себе 6576 Она Специфическая Она Ее Основное Горючее Это Керосин И Окислитель Это Пероксид Водорода Немцы Придумали Эту торпеду Еще В 1944 В 2004 Году И Тогда Они Ее Не Использовали Поскольку Такие же Компоненты Швили для Ракет В1 В2 Их Просто Не хватило Значит Там Керосин Поступает В камеру В камеру Сгорания И туда же Поступает Пероксид Водорода А пероксид Водорода Это маловодная Перекись Водорода Который Женщины Волосы Красят Воксид Да Чтобы стать Блондинками Это такая Гадость Которая Вот В химический Стаканчик Капаешь Уже Нагреваться Начинает Дымиться А если Опасный Вид топлива Да Если туда Еще И Крошку хлеба Бросить То Воспламеняется И поэтому В этих Торпедах И на стеллажах И в торпедных Аппаратах Существует Такая система Контроля Окислителя Если В резервуаре Где хранится Окислитель Давление Повышается То происходит Автоматический Сброс За борт Излишков Вот этого Окислителя Но дело в том Что к этому Системе контроля Окислителя Нужно торпеду Нужно торпеду Подсоединить А когда Курск выходил В море Не нашлось Ни одного Члена экипажа Который мог бы Подсоединить Эту торпеду Которая уже Заправленная На стеллаже Лежит В первом отсеке То есть Не смогли Почему? Потому что Не знали как Потому что Не знали как И пришел Офицер С другой Подводной лодки И подсоединил Эту торпеду К системе контроля Окислителя А стреляет Торпедный аппарат Загружается Примерно За три часа До выстрела И там Такая же Система контроля Окислителя Кроме того Там существует Целая масса Трубопроводов Которые Должны были Быть Обезжирены Чтобы не возникал Вот этот процесс Увеличения Давления В резервовке Где хранится Окислитель Значит И Только можно Предполагать Что Взрыв Произошел Первый взрыв За счет Утечки Пероксида Водорода В Четвертый Торпедный аппарат Взрыв Пожар Который Продолжался Две минуты Пятнадцать секунд И после этого Произошла Детонация Боезапаса Притом Я вам скажу Что Когда Произошла Трагедия С Курском Было Много Версий Первоначально И Это всегда Так бывает Когда На месте Происшествия Находится Следователь И перед ним Лежит труп Возникает Сразу же Масса версий И личная версия И так далее И так далее Одна из первых версий Отзвученных Это американская Подводная лодка И столкновение Да Якобы Столкновение Это Но в процессе Начинает Проясняться Ситуация Осматривают Дно Осматривают Подводную Лодку Притом Надо сказать Что Вот Когда Курск Подняли То там Обнаружили Так называемое Отверстие Притом Отверстие Только В легком Корпусе То есть Во внешнем Курск Он из двух Корпусов Один прочный Корпус Внутри А второй Легкий Корпус Снаружи Вот Так вот Люди Сможи Рядом Говорят Вот Вам доказательства Того Что американцы Атаковали Курск Ну Во-первых Торпеды Американские МК-48 Которые Были Вооружены Вот те Самые Лодки Которые Находились В радиусе В радиусе Порядка 150 миль Между прочим Вот Далеко За пределами Района Учений Так вот Торпеды Это не бронебойный Снаряд Он не предназначен Для того Чтобы пробивать Лодку Насквозь Он взрывается Либо Обударенный От корпуса Либо В непосредственной Близости От Лодки И В результате Лодка Получает Ко всему К этому Еще и Гидравлический Удар И Может Разломиться Курск От одной Торпеды Никогда Не разломился Вот А потом Нужно же Объяснять А что Откуда Первый взрыв Откуда Промежуток 2 минуты 15 секунд Дальше Почему Крышка Торпедного Аппарата Номер 4 Оказалась Варенной Между В переборку Между первым И вторым Отсеком Это что Значит Это что Направленность Взрыва Была Относа Корме Дальше Остатки Фрагмента Торпедного Аппарата Обнаруживаются На дне За Кормой Подводной Лодки То есть Вынесло О чем Это говорит О том Что первым Взрывом Вынесло Крышку А вторым Взрывом Произошла Разгилометизация То есть Лосовая часть Курска Раскрылась Как цветок Сколько Человек После Взрыва И детонации Были Живы Еще 23 Человека В девятом Отсеке В пятый Шестой Седьмой Восьмой И девятый Отсек Они собрались Все в девятом Отсеке Они выполнили Все что положено По инструкции Но их можно было Спасти Можно А почему не спасли Значит Жили они Больше двух Суток Двое с половиной Суток В полной темноте В холоде Сначала нет Сначала нет Дело в том Что Сохранились Сохранились По сути Три Записки Которые Писал Колесников Колесников Да Записка Сохранилась Которую писал Сиделенко Капитан Лейтенант И Сохранилась Записка Которую писал Мичман Борисов Надо сказать Что Значит Первые Первая записка Которую писал Колесников Она датирована Она датировала 15-15 12 августа Там совершенно Ровным почерком Перечисляются Все фамилии Оставшихся В живых Вот эти 23 человека Дальше Идет Абсолютно Ровным почерком На этой же В этом же Журнале Идет Запись Колесникова На этих же Листках Где он пишет Писать темно Но попробую То есть Значит Свет еще был Света могло Уже не быть Потому что Судя по тому Как написано Какой разброс Какой наклон Какое расстояние Между Писал в темноте Да Может быть Какой-то свет И был Потому что Фонари там У них конечно же Были А почему Норвежцы Тогда предлагали Свою помощь Российскому флоту Отказались Вроде как Говорили о том Что есть свои Глубоководные аппараты Которые способны Вытащить моряков Да Я вам скажу Больше того Я разговаривал С министром обороны Великобритании Это не министр обороны Это командующий Военно-морскими силами Значит Он сказал Что Самолет летел В Мурманск Это было 13 числа И ему не дали посадки Его развернули Внутри самолета Был спасательный аппарат А развернули Развернул кто Кто принимал решение Я этого не знаю То есть самолет Уже ведь Если он пересек границу Значит было соответствующее Согласование Нет Согласования Никакого не было Я не знаю Долетел ли самолет До государственной границы Я только знаю Что он развернулся И полетел Обратно В Великобританию Кто принимал решение Я не знаю Данных у меня таких нет Но я полагаю Что без Путина Этот вопрос Не мог быть решен Тогда Значит Почему Вообще Не стали Привлекать И в том числе Норвежцев Тоже Во-первых Путину убедили Что моряки Справятся Со своими силами Возможности Такие У них были Были специальные Спасательные аппараты Автономные АЭС-32-34 Которые По идее Должны были Присосаться Комикс-площадки Люка Девятого Отсека И моряки Должны перейти Сухим способом Из подводной лодки В спасательный аппарат Но дело в том Что не на госиспытаниях Не в процессе Эксплуатации Когда Курск Уже был В составе Военно-морского флота России Ни разу Не пытались Произвести Вот эту Присоску Спасательного аппарата Стыковку Если говорить Стыковку Да Стыковку Конечно А получилось так Что Курск Он сверху Покрыт резиной И Комикс-площадка Углублена И Я не знаю Это конструктивный Недостаток Виноват ли В этом Конструктор Рубина Либо это Недостатки Завода-производителя Но в любом случае Авторский надзор Всегда должен быть И Конечно же Средства спасения Должны испытываться Даже раньше Чем Испытывается Оружие А кстати Вот эта торпеда Тоже не испытывалась Никогда Больше того В материалах дела Имеются документы Которые говорят Что экипаж Прошел Обучение Обращение С этой торпедой Все эти документы Подложные Нужные Все подписи Подделанные Это вы смогли Доказать Этот факт Этот факт Указан В экспертизе Которая Проведена По делу Я подготовил Обращение В Европейский суд По правам человека А Колесников Да Я вынужден был Покинуть Россию И когда связались С Колесниковым Он отозвал Эту жалобу Из Европейского суда С Колесниковым Это С отцом Романом Колесниковым Дам Дело в том Что Я очень хорошо Понимаю Тех родственников Которые Сейчас находятся В России Им Конечно Они Получили От Власти Все Что власть Должна была Выплатить Они до сих пор Несут на себе Тяжесть Вот этого Горя Вот этой Потери Но они Продолжают Жить И Они Не хотят Иметь Проблем С нынешней Властью И я их понимаю Борис Кузнецов Бывший Российский Адвокат Был гостем Программы Вопрос с Пристрастием Сегодня Спасибо большое Что пришли Будем приглашать Еще Потому что Мы к сожалению Сегодня затронули Лишь небольшое Количество тем Которые Хотелось бы Обсудить Эфир провел Вадим Родионов Помогал Звукорежиссер Родион Спасибо До свидания Всего доброго До свидания